Значит, взяла разборитель, взяла белица, взяла ультрамаринчик, достаточно вязко. И ты видишь ритм мазочков, ритм мазочков коротеньких. Мы сразу начнем не с коротеньких, чуть более крупных, но также с заритмованных. Вот такую рябь мазочка, сухой холст, суховато, как бы с продресью холста, набираем, набираем, набираем. Вот оно, вот оно. Лежачая к холсту кисть, короткое штрихование, так, чтобы рябь белого холста сохранялась. Пока все делаем так, как будто бы у нас только белые и синие возможности. Как будто нет у нас никаких цветнил. То есть используем ресурс белого и синего. Как черно-белый рисунок. Набираю, набираешь так. Где у нас небочка светлая, набираешь больше белого, еще больше белого. Вот так, сухомяткой, сухомяткой и с ритмом мазочка. Если уж совсем стало суховато, можно чуть-чуть взбодрить разбавителем. Хорошо? Вот такое. Сильно не жми, не закрашивай, а чиркательно. Хорошо? Да. То есть, чтобы вот эта вот продресь оставалась. Эта продресь, как некая каркас картины, некоторое время будет удерживаться. И он будет давать эффект воздуха. Ну, не шуекист. И все тоже, но уже мелкой. Пока пошишь, вот этими мазочечками, вот этими мазочечками, пока пошишь. Добираешь. Чуть-чуть начинаешь намечать рисунок. Гоняться за каждой линией не обязательно, но идею, вот эту витиеватую, витиеватую, лежачая основа кисть. Ты видишь, я подкручиваю кисть, чтобы она витиевато выставляла эти. И продолжаешь, продолжаешь, продолжаешь набирать. Но уже мельчишь. Создаешь рябь мелкую. Вот она, ритмичная мелкая рябушка. И тоже с некоторой скоростью, так, чтобы вот затеять этот творческий процесс. Заквасить его, в том числе и в темпе письма. Несмотря на то, что темп подразумевает знание, когда я знаю, мне легко работать в темпе. Но, поскольку здесь нет точного рисунка, собственно, нечего сильно медлить и бояться, да? А ритмы понагнать. Так, ну что, возьмем теперь желтенький. Желтенький. Ты же сухой, да? Да. Можешь сначала с небочка начать. То же самое, бомбишь небочко. Вот она. Продресь остается. И это культурный слой. Живопись любит, в том числе, и продресь холста. То есть, вот ту белизну холста, если она остается, почтенные художники подходят и говорят, ух ты, ишь ты, молодец. А если все закрашено, часто все это лучше, дескать, ну, слова. Поэтому будем идти у них на поводу. Тем более, что это красиво. Здесь уже больше идею мазочка. Вот этого. Лежачая основа кисть. Идея мазочка. Это идея стаек. Стайками раздаем. С зигзагом. А стайка это зигзаг. Зигзаг. Лежачий. Вот такие. Как бы немножко с запятой мазочки. Набрасываешь, набрасываешь, набрасываешь. Потом плюс розовиночка. Появятся вот эти розоватости, коричневатости. Да? Давай. Проявление. Но все-таки старайся больше чиркать. Чирк. Мазок. 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 И действительно, скорость ты хорошую набрала. Буквально, как швейная машинка. Топчешь, топчешь. Но чирком. Не только маканием. Макание, как одно из проявлений мазочка, можно сделать. Но в основном, все-таки, пусть маханьки, но чирк. Ладно? Хорошо, Дим, очень хорошо. Очень хорошо. Домики тоже можешь немножко так наметить. Чуть-чуть. Смотреть по спускающимся. По спускающимся. По спускающимся. Другой по... Бери вот теневой по такой траектории. А световой несколько вот по этой траектории. Накидаешь идею света и тени. Тоже достаточно помельчишь, помельчишь этими мазочками. Ну, два направления постарайся создать. Здесь где-то и сиреневиночки. Позабрасывать, позабрасывать сиреневиночки. Чтобы они от зелёности воды внятно отделились. Потом синюшечка. Синюшечка. Их разделяет нарядная зелень. Жёлтый, бирюзовый. Прямо нарядная зелень. Вот здесь она разделяет их. Хорошо? Здесь хламничек, а здесь ритмы. Здесь хламно, а здесь ритмы. Ну, и здесь удерживайся в ритмах. И ещё не делай округлым край. Сделай его зигзагообразным. С торчаниями. Хорошо? Чтоб он не был шапочкой, шапочкой. Шапочки разгоняем. На их место придут вот эти настроения. Зигзаги некоторые. То есть торча честь. Хорошо? Ну, ничего себе. А вот это почему не попробую? Попробуй. Подождите, я ещё что-то начнула. Ну, очень неплохо. Очень. Здесь тоже, смотри, небо. Как бы в унисон этим ребяткам. Туда же, шторочкой. Вот такой повисшей шторочкой. В унисон листиком. Немножечко насадить, насадить плотности. Плотности чуть-чуть насадить. То есть, ряд остаётся, но кое-где появляется более плотный мазок. То есть, при том, что сбивается некоторая умельчённость мазочков, ну, при этом сохраняется ритмованность. Здесь формат, я думаю, картины был несколько крупнее, чем наш, поэтому у него мелкость мазочка выше. Ну, мы тоже постараемся, чем дальше, тем больше помельчить, где возможно, и обобщить, где у него более обобщённо. Видишь, он бомбит, на самом деле, и одним цветиком, и другим, хотя там наверняка простецкий зелёный был. Это ж наверняка с натуры нарисовано. Наверняка был простецкий зелёный. Он врёт, преувеличивает, и это звучит. Можно и вот здесь тоже вот эти вот очень активные пораскидать. Вот прямо густятиночка. Вот эти камеры видят. Можно вот показать, как, может быть, сбоку на свет, чтобы видно было, что густятиночка. Как раз. Очень хорошо у тебя с мазочком всё сложилось, поэтому... Если нравится эта технология письма, она, мне кажется, не может не нравиться, то, конечно, всё заребить, и будет красиво. Ну, единственное, что чуть будет проблема с цветом. Будешь немножко ещё пока робеть с цветом, да, когда они нахально преувеличивают. Ну, я думаю, что несколько работ сделаешь такого рода, скопируешь их, а потом появятся и свои ощущения, где что можно себе позволить. Вот здесь вот они часто делают так, что в тени у них, ну, прямо откровенная синька. Хотя вот если смотреть на дерево в тени, оно не будет синь. Оно как было коричневым, так и осталось. Но они усиливают идею света и тени. И синюшность теней эту идею усиливает. И мы вместе с ними учимся хитрить. Это именно хитрить. Потому что до импрессионизма так себе не позволяли вообще. До импрессионизма набор, тоновой набор картины был через коричневые. Это импрессионисты придумали через синюшку идти. Поэтому до импрессионистов даже в голову такое не приходило. Что вот синяя тени. Это радостное настроение мне это выдается. Да, да. Сейчас это вовсю используется, и никто не сомневается, что так здорово. А тогда это им пришло в голову. И главное, это множество мазочков, оно создает еще такое любовное происшествие на холсте. То есть видно, что художнику было очень приятно это делать. Он прямо тю-тю-тю-тю-тю-тю каждый лепесточек присылал. Хотя ты видишь, это же достаточно как швейная машинка, да. Но при этом ощущение, что художник прямо любовался, любовался. Ему прямо было так весело и так любовно с картиной. Может и здесь тоже намек на веточку. Все-таки. Тоже, ты видишь, ни конца, ни края. У него что же самое. Непонятно, где она появилась. Вот такая мерцательная... Мерцательная линейка. Ах! Ха-ха-ха-ха-ха! Хорошо. Спасибо. Спасибо.